Туралинская лагуна Вели бои против вечераховцев в пользу красноармейцев В данный момент здесь построен, увековечен памятником Посвященный 23 красноармейцам По официальной версии 23 А есть версия, что более 50 было этих венгерских бойцов О самом происхождении венгерцев нам более подробно расскажет Бекер Алана Пожалуйста Происхождение венгеров, которые живут сейчас в Восточной Европе Я бы сказал так Венгрии являются близкородственным генетическим планом народом кунзахцев Чистокровных аварцов Как это получилось, могу сказать так Времен турского каганата В 550 году в Алтае произошел восстание Этих восставших называли аварлар Какая-то часть элиты древних киргизов была недовольна правлением великого хана Ашина Они подняли восстание, это какая-то часть аристократов В первое время они даже успели и разгромить великого хана Потом великий хан со временем, когда пришел, можно сказать, с себя Он собрал войска и разгромил восставших Восставшие эти, в древнем турском языке переводится аварлар Так, этот час восставших, недовольная партия великого хана Они же в древней Киргизии ушли на запад В 560 году в Восточной Европе Эта часть аваров создается аварларский каганат А с этой орды, какая-то часть, малая часть аварцев или аварлар Они уходят на Кавказ, создают аварские ханства То есть тогда, когда они повернулись на Кавказ У них были толкновения гуннов и булгаров Ну, это их близкие родственные народы Практически один и тот же народ, один и тот же язык, одна и та же культура И язык, и основа их культуры и языка, это скифский язык Скифский Вот, в 565, примерно, в 560 году основывается аварское ханство на Танусинском платье Первым аварским ханом был Баян, здесь, в горах Кавказа А в Восточной Европе первым аварским ханом был Бояр То есть турского языка переводится как богатая мышина Сильная мышина, богатая, состоятельная Практически эти, там параллель, что там, ну, аварская ханство на Кавказе Она была в нынешнем Кунзавском районе, небольшом по территории Где-то, грубо говоря, 50 на 40 километров Она была достаточно маленькая территория И они по генотипу, по своему физическому Были двухметровые, голубоглазые блондины, абсолютно европейские Никаких монголоизм у них практически не было И это был очень сильный народ И до сих пор Кунзахи, и сейчас, и Гунбеты, и Чечне У них все равно проявляется Вот эта аварская генетика Проявляется очень сильно Как бы мы не прятались, она все равно выходит А какие аварские, я уже говорил Они двухметровые, голубоглазые блондины Ширококосные, очень здоровые ребята Не ребята, а народ Про них очень много написано И если кто-то хочет узнать про Действительно, про историю авара Вам надо будет поехать в Будапешке Национальный музей Там, в этом музее, там все есть Будапешке, да, Национальный музей Про аварцев, про аваров Там есть от А до Я Там какая одежда была Какие у них прически Какие наколки, какой сельхоз Оборудование, ну все-все Там, какой язык у них был Все, что связано их От А до Я, там все есть Так что, если любители Узнать историю, свое происхождение И все прочее Там можно поехать в Венгрию Будапешт Будапештскому национальному музею Там очень много материалов От А до Я, там все есть буквально Теперь шептопа Когда аварский каганат Он появился в 6 веке Был разгромлен примерно в 9 веке Это францским королем Карлом Великим Он разгромил аварцев И эти аварцы Потребленно ассимилировались И стали Из них уже Венграми Австрийцами Австрийцы Венгрии Баварцы Это практически Аварцы И Часть Хорваты И какая-то часть Булгар Тоже есть Это западное направление А какая-то часть Этих аварцев Они все-таки Сохранены Республикой Хакаси Там есть небольшой урод Аварвар Она есть И в Восточном Казахстане Там есть еще Род Джан Кирей Они тоже имеют Это происхождение аварское Это потомки древнекиргизов Древнекиргизский язык Он практически один К одному Алландскому языку Это близко родственные народы Практически родственные народы Аллану Это Карачаевск Не Осетины Осетины Это иронские народы Никакого отношения к Алландскому Не имеют отношения Ну это то А теперь что хотел бы сказать про Кавказ Про Кавказ То что Вот это На Кавказе В 17 веке На Кавказе Вообще Были несколько Этих Эпидемий И в частности В начале В 17 веке Были эпидемии И Равнина была Опустошена Этими эпидемиями И Шейхал Правитель государства Девле Шамхалык Это государство Простирал От Дербента Сейчас Закатал И Белакан От Дербента До Кубана Реки Кубан И до города Краснодара То есть Вот это Государство Шамхал Простирал До такой огромной территории До Кубани И По речке И продолжал До реки Кума Так вот По решению Дивана Это Девле Шамхалы Час Этих Хундастов То есть Аварцев Было переселено Гуньбет Это начало 17 века Они ассимилировались Потом Час Аварцев Переселилось Ичхири Это Турлой Они тоже Ассимилировали Сейчас они стали чеченцами Потом В 1843 году Мы знаем из истории Кавказской войны Что Шамир Со своими Наибами Амиридами Напал на аварию Это Хундастовский район И В общем Фактически Устроил Микро Геносит Аварской элиты Фактически Вся аварская аристократия Была уничтожена Это аварский язык Исчез Именно в 1850 году А сейчас Нынешние Которые говорят Что Хундастовский язык Это есть аварский Но Сами Хундасты Да По генетике Они аварские Но они перемешались Горскими племенами Разноязыковыми Это сделал Шамиль И они ассимилировались И у них получился язык Из-за смеси горских языков Сейчас у них Этот язык называется Хундастов И Российская империя Выдаёт их как за аварское Хотя они На самом деле Это никакого отношения К аварскому языку не имеют И Вот Как раз то И Что сказать Вот Венгрии Как раз то Потомки Какая-то сейчас Венгров Эти потомки древних киргизов Этих аварцев Вот они И являются близко родственные народы Хундастов Так что Спасибо большое за информацию Да Вопросы будут Нашему Я думаю Что этого хватит Читай Где он такой плохой И я Правда Существует Управление Да Там Это было Мы Раньше Поставили В начале 20 века Здесь проходила Узкоколейная Железная дорога Которая соединяла Территорию Махачкалы И Каспийска Учитывая Что Многие жители Занимались здесь Рыбными промыслами Ловлей рыб Это было обусловлено Построение этой Узкоколейной Железной дороги Что еще мы С жителями Вот недавно Мы встретились с жителями Поселка Они нам рассказали О такой примечательной дате Что ежегодно Жители Поселка Туралей Каждые первые Выходные Сентября Проводят Мероприятие Посвященное Дню памятника Венгерских Сражения Венгерских Бойцов Против Бичараховцев Каждый год Они собираются Отмечают Это мероприятие Кроме того Следует отметить Это является Местом Перелета Зимовых Или же Обитания Определенных Птиц На территории Туралейского лагуна Было зафиксировано Более 300 видов Птиц Это уникальная Территория Это естественная Природная Заповедная Территория И на сегодняшний день К сожалению Она разрушается Следует Отметить Что Экоструктура Этой территории Потихонечку То есть Разрушается Непосредственно Воздействием Человеческого Фактора В 2018 году Белковым Была опубликована Статья Где он Рассматривал Варианты Сохранения Вот этой Эко Экосистемы Им Также Были предложены На уровне Государства Создание Здесь Орнитологических И Экологических Заповедников Парков И Естественно Это было Обосновано Были даже Варианты Ими Предложены В какой форме Как это Провести Потому что Это уникальная Территория Здесь Это огромное Количество Птиц Вот Представляете Если мы Сделаем Здесь Заповедник И Сколько Граждан Это Природная Зона Где Птицы Они Только Обустраивают Мы Заняты Тем Что Заселяем Все Больше Строятся Огромные Высоконтажные Здания И Забываем О природе А Здесь Это Уникальная Возможность Сохранить Ее общественный Уникальный Вид И сохранить Плюс Мы можем Любоваться Этими Разновидностями Птиц И Естественно Нам Хотелось бы Краеведческая Организация Анджикала Полностью поддерживают Дею Вилкова О сохранении Экологической Среды И создания Орнитологического Парка Если это Сохранить Это будет Хорошее достояние Для Дагестана Хотя Дагестан Всегда Славился тем Что Очень много у нас Уникальных Природных Заповедников И Этот заповедник Тоже был бы Дополнительным Вкладом В сохранении Наших Естественных Дагестанского Экологического Богатства